Это подкаст «Сингенты». Сегодня у нас завершающий подкаст по сервисам Института защиты семян. У нас в гостях специалист по нанесению средств защиты семян Илья Волков. Привет, Иван. Собственно, мы уже третий подкаст обсуждаем сервисы Института. И сейчас, наверное, главный вопрос. Чем занимается специалист по нанесению средств защиты семян? В Институте. И какие сервисы это, собственно, сам Институт оказывает? Я занимаюсь двумя проектами. Один из которых — это слаг-кейсы, это мини-экспресс-лаборатория, которая приезжает к вам и оценивает качество нанесения. А второй проект — это мобильная обработка. То есть это машины, которые могут приехать к вам для того, чтобы обработать ваш семенной материал прямо в хозяйстве. Ну вот что за флот машин-то есть? Какие машины-то есть и зачем они вообще нужны? На данный момент у нас существует пять машин. Две большие высокопроизводительные поточные и три небольшие порционные. Данные машины обеспечивают качество обработки близкое к заводской. Они нужны для качественной обработки семенного материала. В основном они заточены под сою. Из-за отсутствия травмированности семенного материала конкретно на этих типах машин. Ну а с чем сравнивать-то? Что используют, если этих машин нет? Ну, обычно до хозяйств мы встречаем машины типа PS10 и подобные. Их отличает, отличие наших машин от PS10 и подобных, в отсутствии шнеков, что несет в себе отсутствие травмируемости семенного материала. Также двумя линиями нанесения, которые у нас присутствуют на машинах, для раздельного нанесения среза защиты семян и инокулянта. В аграрии всегда есть варианты. Это баковая смесь. Это когда инокулянт и средства защиты семян мешаются в одном баке. То есть это вредно для инокулянта. То есть он там погибает со временем. Вот. У нас нанесение раздельное. Ну вот с помощью средств. Насколько я знаю, у нас сначала были комплексы, которые назывались таким итальянским словом Piccolo. То сейчас они называются, еще какие-то другие комплексы Bigel. Чем они отличаются? Они отличаются, ну, изначально типом. Это Piccolo, это операционная машина. Bigel, она поточная. Bigel более производительная, но и более требовательная к условиям хозяйства. То есть чтобы мы смогли работать на данном типе машин Piccolo в хозяйстве, нам требуется чуть больше, чем для Piccolo. Ну а вообще, собственно, что требуется в хозяйстве, чтобы получить вот такой вот сервис от Сингента? Ну, с самого начала, наверное, приобрести продукт защиты семян, связаться с менеджером, обговорить технические условия, вот, а также обеспечить минимальный тоннаж для того, чтобы мы смогли приехать. То есть для СОИ на данный момент это 200 тонн, для зерновых это 500 тонн. Неважно, для какой машины. Решение о машине мы все-таки принимаем сами. То есть выделаете заявку на обработку, а исходя из условий, дальности и так далее, мы уже принимаем решение. Где все это базируется? Все это базируется в Рамоне, там же обслуживается, производится ТО в Институте защиты семян. То есть, условно говоря, из Воронежской области это все уже по всей России дальше распространяется? Да, проект работает, начиная с 2019 года, в год мы обрабатываем порядка 5000 тонн, вот, обычно это был регион-центр. Также мы выезжали на юг, вот, в последний год мы активно оказывали сервис на Поволжье. Вот, обработали там что-то порядка 1000 тонн. Отлично. Дальний Восток пока ничего не светит, правильно? Пока далековато, Иван. Понятно. Что у нас с этими сервисами в плане стоимости? То есть, я так понимаю, что мало купить семена, надо же еще что-то за это заплатить? Семена, а также средства защиты семян стоит приобрести. Да, сервис платный, а стоимость обработки тонны сильно варьируется от того, чем мы будем обрабатывать. То есть, цена сильно меняется, и в каждом случае это индивидуально. То есть, влияет как количество общих тонн, так и то, чем мы будем производить обработку. Как это по времени? То есть, условно говоря, я захотел, чтобы завтра ко мне приехал комплекс какой-нибудь сингента обработки семян и обработал. Получится? Плотный график, Иван. Боюсь, что завтра нет, но послезавтра обещаем. Это не все так просто. То есть, обычно мы договариваемся сильно заранее. График формируется за несколько месяцев до начала обработок. Заключаются договора. Для начала хозяйство приобретает средства защиты семян, потом оно связывается с менеджером. Менеджер уже необходимую для меня информацию присылает мне. И дальше я уже на этапе согласования веду сам диалог с хозяйством о технических вопросах, о каких-то шероховатостях и так далее. А также о времени, когда удобно будет и хозяйство, и нам. Ну вот условно говоря, просто как пример, на что аграрию надо обратить внимание, прежде чем заказывать? Что подготовить у себя, чтобы вызвать этот мобильный комплекс? Ну, для начала нам потребуется очищенный семенной материал. То есть, если мы говорим о больших комплексах, больших объемах, то это хорошо подготовленный семенной материал. То есть, там с отсутствием веточек, всякого мусора и так далее. Также нам требуется погрузчик. В некоторых случаях требуется два погрузчика, если мы говорим о большом типе машин. Также нам требуется подсобный рабочий или двое. Также в зависимости от типа машин, количества, тонны и так далее. Вода, электричество и склад от 6 метров. Что достаточно важно и не у всех бывает иногда. 6 метров ширина, высота? Нет, 6 метров в высоту. Отлично. А если мы говорим про этот сервис, то чем он лучше, я не знаю, там, того, что есть у самого хозяйства? Зачем вызывать сингент? Хозяйство получает уверенность в результате, вызывая нас. Оно получает не только машину, которая может обрабатывать семенной материал, но и специалиста и элемент контроля всего этого производства. То есть мы отбираем пробы, которые прогоняем через хроматограф, который сможет в свою очередь сказать, насколько хорошо происходит нанесение. В исключительных случаях, когда мы говорим о больших комплексах, мы еще представляем слакейс под обработку. То есть когда непосредственно при вас каждый день практически может происходить анализ. То есть вы можете убеждаться прямо на месте в качестве нанесения. Также нас отличает отсутствие травмированности, так как у нас в наших машинах нет шнеков и все конвейеры выполнены из резины. Из отличий еще бы отметил раздельную линию нанесения. Раздельные линии нанесения. Да, мы об этом уже говорили. Собственно, какие у нас семена можно обрабатывать этими комплексами на текущий момент? На текущий момент мы можем обрабатывать сою, нут, зерновые. Из интересных культур на Поволжье, с которыми мы столкнулись в этом году, это чечевица. С ней были свои вопросы, но мы опять же можем их обрабатывать. По-моему, все. Больше ничего в голову не приходит пока что. Но изначально данные комплексы заточены под сою, под бережное нанесение на сою. А в будущем? Опять же, наверное, целиться будем в сою, но и так же, как и сейчас, зерновые, может быть, еще какие-то культуры попробуем тесты с сольном провести. В будущем для Поволжья это актуальная культура. Мы обсуждали травмируемость семян, вот эти резиновые части, которые позволяют это избежать в комплексах. Почему это важно? Хороший вопрос, Иван, это важно для того, чтобы изначально не уменьшать количество собранного урожая в итоге. То есть, если семя травмируется, оно не даст сходы, скажем так, или даст их в меньшей степени. Правильно? Ну, вообще, если сказать про вот эти сервисы, которые есть в мобильной обработке, они насколько распространены в целом по российскому рынку? Вообще, у нас данные машины эксклюзивны, то есть, они есть только у нас. Есть, также есть компания, которая занимается чем-то подобным, но вот именно данный тип машин, который у нас, есть только у нас. А насколько он, ну, так прямо скажем, в текущих реалиях подвержен вот всевозможным ограничениям, которые вводятся? Насколько мы смотрим в перспективу, что мы можем этот сервис предоставлять на постоянной основе? Мы локализировали производство запчастей для данного типа машин. То есть, для Piccolo, для старых машин, это уже производство вообще полного цикла. То есть, мы практически все можем найти в России, как замену основных узлов. А для нового типа машин мы сейчас активно ищем, уже есть некие наработки, кто мог бы заменять нам основные узлы и стираемые. В целом, мы идем к локализации производства запчастей здесь, в России. Вот. Но, если есть возможность, мы заказывали ранее из-за рубежа запчасти. Насколько я помню, вообще эти комплексы разработаны в Аргентине, да? Первые три комплекса, купленные правильно, мы закупили в Аргентине. Вот. Последние два тоже зарубежные. И, в конце концов, хотелось бы понять, вот те комплексы, которые у нас сейчас уже есть, которые работают, как человек, как аграрий, может их, собственно говоря, не просто получить, а использовать вот в своей, ну, не повседневной работе, а вот встроить не на один год, а на два, на три, на пять, чтобы это стало у него нормой. Может ли он такое сделать? За последние четыре года у нас появилось достаточное количество постоянных клиентов, к которым мы приезжаем ежегодно, и число таких клиентов только растет, и стоит обращаться за сервисом сильно заранее. То есть многие хозяйства буквально за пару недель до начала обработки обращаются с вопросом, а можно ли, но, к сожалению, уже в эти моменты график уже составлен, и поезд уже, к сожалению, ушел. Чтобы такого не произошло, очень хотелось бы, чтобы обращались заранее. Ну, осенью достаточно будет, допустим? Да, более чем. Более чем, Иван. Хорошо. Я напомню, что мы сегодня обсуждали мобильные сервисы обработки семян, и эти сервисы предоставляет наш Институт защиты семян в России. Спасибо большое, коллеги, что приняли участие в нашем подкасте, и этим выпуском мы завершаем серию подкастов о Институте защиты семян. Если у вас есть какие-то вопросы нашим экспертам, пишите их в комментариях в Телеграм-канале или в нашей группе ВКонтакте. Также можете писать на наш WhatsApp-чат. Агроподдержка Сингента. Спасибо большое, что были с нами, и до новых встреч.